Единый государственный экзамен по математике, задание номер 19. Красный карандаш стоит 17 рублей, синий 13 рублей. Нужно купить карандаши, имея всего 495 рублей, соблюдая дополнительные условия. Число синих карандашей не должно отличаться от числа красных карандашей больше, чем на 5. Можно ли купить при таких условиях 32 карандаша, можно ли купить 35 карандашей и какое наибольшее число карандашей можно купить при таких условиях. Пусть купили x штук красных карандашей и y штук синих карандашей. Вот с этого начинаем. То есть пусть купили X штук красных и Y штук синих карандашей. Тогда по условию их общая стоимость не должна превышать 495 рублей. А это значит, чтобы найти их общую стоимость, нужно стоимость красного 17 умножить на их количество, то есть будет 17X, плюс стоимость синего, это 13, умножить на количество синих на Y, должно быть меньше либо равно 495 рублей. Далее. Также известно, что разница между количеством синих и красных карандашей не должна превышать 5. Это можно записать с помощью модуля. То есть модуль разности X минус Y меньше либо равен 5. Попробуем ответить на первый вопрос. Можно ли купить при таких условиях 32 карандаша? То есть нам предлагают проверить, может ли общее количество карандашей, то есть X плюс Y, быть равно 32. Попробуем выразить или X через Y или Y через X и подставить в условия нашей задачи. Ну, например, Y выразим через X. Y равен 32 минус X и подставим вместо Y в наше неравенство. Тогда у нас получается 17X плюс 13 умножить на 32 минус X должно быть меньше либо равно 495. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается 17X до минус 13X, это будет 4X. Да, 4X. А 13 мы умножаем на 32. Это у нас получается 416. То есть у нас получается в результате 4X должно быть меньше или равно 495. А 416 мы с минусом вправо переносим. Минус 416. В результате получаем 4X должно быть меньше либо равно 79. Откуда делим обе части на 4, получаем X меньше либо равен 79 четвертых. Или X меньше либо равен. Выделяем целую часть. Тогда у нас получается 19 целых и 3 четвертых. Таким образом, количество красных карандашей может быть равно 19, 18 и так далее. Попробуем подобрать нужное нам количество карандашей таким образом, чтобы их общее количество было равно 32. А именно, предположим, что X равно 19. То есть, если количество красных карандашей X равно 19, тогда все остальные это будут синие карандаши. То есть, Y будет равен тогда 32 минус минус X. А это значит, что у нас получается 32 минус 19. И в результате у нас получается 13. То есть, проверим, выполняется ли... То есть, синих карандашей 13. Проверим, выполняется ли условие того, что количество синих и красных не должно отличаться более чем на 5. То есть, подставляем во вторую формулу количество красных и синих. Тогда у нас получается модуль X минус Y будет равен модуль 19 минус 13. В результате получается 6. Но число 6 превышает 5. То есть, больше 5. А это значит, такое соотношение карандашей нас не устраивает. Далее. Попробуем уменьшить количество красных карандашей. То есть, 19 мы проверили, нам не подходит. Попробуем взять количество красных карандашей 18. То есть, если X равен 18, то тогда Y будет равен 32 минус 18. И у нас тогда... Если уж так записывать как вверху, значит 32 минус X. Тогда подставляем 32 минус 18. И у нас получается в результате 14. Проверяем разность. X минус Y по модулю. И у нас получается тогда 18 минус 14 равно 4. И вот 4 у нас меньше либо равно 5. А значит, такое соотношение нас устраивает. Таким образом, эта пара нас полностью устраивает. И запишем сразу ответ на вопрос А. То есть, это означает, что на вопрос А мы ответим. Да, устраивает. И мы можем взять пару. X равен 18. Y равен 14. Можно, кстати, проверить их общую стоимость. Тогда что у нас получается? У нас получается 17X плюс 13Y будет равно... 17 мы умножаем на 18 плюс 13 мы умножаем на 14. А тогда у нас получается 488. И это будет меньше, либо равно чем 495. Ну и разницу мы уже проверяли. Разница между ними равна 4. Далее попробуем, прежде чем отвечать на второй вопрос, попробуем ответить на третий вопрос. Итак, отвечаем на третий вопрос. Для того, чтобы было наибольшее число карандашей, нам необходимо, чтобы дешевых, то есть синих карандашей, было как можно больше. Ну тогда, естественно, красных придется взять на 5 меньше. То есть, так и запишем. То есть, синих будет максимальное число, а это значит, их должно быть на 5 больше, чем красных. То есть, получается, это значит, что Y должно быть X плюс 5. Это значит, что мы синих возьмем по максимуму. Подставим вот это соотношение в наше основное неравенство для общей стоимости. Тогда у нас получается 17X плюс 13 умножить на Y. Вместо Y подставляем X плюс 5. И все это должно быть меньше, либо равно 495. Решаем неравенство. Раскрываем скобки, приводим подобные слагаемые. Тогда у нас получается 30X меньше или равно... А в правой части 495 минус 65 у нас получается 430. Делим обе части на 30. Получаем X меньше, либо равен 43 третьих. Выделяем целую часть. Тогда у нас получается X меньше, либо равно 14 целых и одной и одна треть. Таким образом, пишем, то есть, X можно взять равным 14. А это значит, Y у нас равен X плюс 5. А значит, Y будет равен у нас X плюс 5. Подставляем 14 плюс 5. Получаем 19. Попробуем проверить эту пару. То есть, 14 красных и 19 синих. То есть, пишем всего... Кстати, найдем максимальное количество. Нам же нужно найти как раз максимальное количество карандашей. То есть, X плюс Y, общее количество карандашей по максимуму, будет равно 14 плюс 19. И получаем 33. То есть, это и есть максимальное число карандашей. Проверим их общую стоимость. Устраивает ли она нас или нет. Тогда их общая стоимость будет равна 17X плюс 13Y. Это равно 17 мы умножаем на 14. И плюс 13 мы умножаем на 19. В результате получаем 485. И это нас полностью устраивает. Это действительно меньше либо равно, чем 495. Это верно. Таким образом, количество карандашей... Максимальное количество карандашей это 33. 33 это максимальное количество карандашей. А это значит, что при ответе на второй вопрос мы ответим нет. То есть, 35 карандашей быть не может. Потому что максимальное количество 33. 33 так и запишем B нет. Так как максимальное количество это 33. Пишем ответ. Тогда ответ, окончательный ответ будет иметь вид. На вопрос А мы отвечаем да и записываем пару. То есть, у нас получилось 18 красных и 14 синих. Такое соотношение нас устраивает. На вопрос Б мы отвечаем нет. И на вопрос В мы отвечаем 33. Это и есть максимальное число карандашей. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов по поводу решения этой задачи в комментариях к этому видео. Продолжение следует.